Станция Никольская реконструкция ведутся работы, вы имеете в виду строительство. Строительство, да, там реконструкция и строительство. Сейчас наш правовой отдел, оно ведет незаконное строительство, никто им не давал разрешения. Это как и в полосе железной дороги Салтыковки, вот эти вот стоят в магазине. Писали многие в прокуратуре. Давайте не будем кричать, если я буду вручивать. Как бы все это знать, но надо какие-то действия принимать. Потому что на сегодняшний день, вот идя в банк, я наблюдала картину, когда уже столбы засверливаются. Стоят машины напротив моего дома. И поэтому завтра, я почему поднимаю, да, я знаю, вы знаете, что незаконно, я знаю, что несправедливо. Но тем не менее, работы ведутся. Если не вы, то кто? Вы работали, что пришел на вертолете и решил эту проблему? Я вас услышал. У меня вертолета нет, приедем и давайте остановим. Дело в том, что я отвечу, вы ответили официально, вам было написано письмо, вы официально дали ответ. И о той проблеме, которую мы озвучили, вы почему-то перенесли. Там речь идет вообще о проходе на станцию Никольска, о тропинке. Вы эту проблему повисли на Росавтодор. Это не автомобильная дорога, это элементарно, пешеходная, до автолайна, до церкви. Передадите. Что, ваш ответ? Мой ответ. Хорошо. И письмо, я сейчас передам. И поэтому, если вдруг, я к чему говорю, мое письмо, еще раз, в базу, оно зарегистрировано. Через две недели вы еще одно. Ответ, прежде чем давать, я хотела почитать, хорошо? И я вам его как бы уже озвучила. Чтобы не получилось так, что мы упремся в металлический забор, а к вам попасть очень трудно. А местная власть ничего решить не могла. Все знают, что незаконно, но при этом... Вас как зовут? Светлана. Светлана, смотрите, вы абсолютно правы, приходят писем в месяц 3000. Я прекрасно. Для этого мы собираемся здесь, для того, чтобы те вопросы, которые действительно вас волнуют... Но к нам письмо тоже у вас. Вы уж не почитайте его хотя бы. Светлана, вы договоритесь с вами в таком формате. Пишите мне. Вопрос можно?